Первый шаг сделан. Несколько дней назад часть парка «Солнечный ветер» огородили забором, а внутри начались строительные работы. Закладной камень посреди стройплощадки напоминает, в 2015 году во время визита патриарха Кирилла здесь решили построить главный собор края – кафедральный. Позже оказалось, места для этого недостаточно. Проект в итоге уменьшили почти в четыре раза. И статус кафедрального решили храму не давать. Благодаря этому, кстати, вырубят минимум деревьев. Плюс пообещали сам парк преобразить. После завершения строительства собора парк преобразится, и там будут не только клёны, то, что сейчас, да, такие стихи наросшие, но и благородные породы деревьев. По словам архитектора, нынешний проект еще и сильно исправлен с учетом критики Городостроительного совета Барнаула. В частности, здесь максимально учли требования доступной среды. Убрали совсем пандус, но предложили применить электрические подъемники для инвалидов. В Барнауле большая часть православных храмов расположена либо в историческом центре города, либо в новостройках. А поток, рабочий район, всегда был в этом плане обделен. Служители церкви уверены, со строительством собора хотя бы этой проблемой у жителей потока станет меньше. Между тем, поиск места для кафедрального собора продолжается. И этот факт вызывает беспокойство некоторых барнаульских общественников. В связи с этим епархия заявляет о том, что большой потом кафедральный будет где-то в другом месте. Мы его найдем, может быть, на Обсковом бульваре или где-то рядом. Я, как один из защитников парка Изумрудный, вполне допускаю мысль, что барнаульская епархия построит там кафедральный собор. Почему? Потому что это место старое кладбище, там ничего строить нельзя. По мнению церкви, кроме церкви ничего там нельзя строить. Между тем, первый этап строительства Спасского собора планируют завершить уже до конца текущего года. Полностью построить здание рассчитывают в начале 2021 года. После начнется кропотливая работа по росписи храма и благоустройству территории, которая, возможно, займет еще несколько лет. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.